Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для достижения целей и исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, что все в ваших руках, ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу жизнь завтра. И все, что происходит вокруг вас, притянули вы сами, даже если вы этого не хотели. А каким образом вы это сделали? При помощи ваших мыслей и концентрации на определенных мыслях. Если вы концентрируетесь на страхе, вы его и получаете. Поэтому возьмите под контроль свои мысли и тогда вы сможете взять под контроль свою жизнь. Сегодня что нам расскажет Таро Снов? Просто посмотрим, о чем хотят предупредить нас Таро Снов и, конечно же, какие советы даст нам эта колода. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Я постоянно это говорю и говорю, что улыбку надо сделать как упражнение. Это для тех, кто только начинает понимать и работать над собой. Когда вы каждый день улыбаетесь, у вас еще больше приходит причин для улыбок. И, как известно, карты уже не хотят ждать. И, как известно, раз мы улыбаемся, значит нам хорошо. Ну что, надеюсь, вы улыбаетесь. Посмотрим, что же скажет Таро Снов сегодня. Что же актуально? Актуально то, что меньше эмоций, больше анализа. На сегодняшний день ситуации, которые происходят у вас, вызывают в вас эмоции. Именно эмоции. И эти эмоции не всегда вам помогают найти нужное решение и прийти к общему знаменателю, чтобы получить именно то, что вы хотите. Это может касаться как работы, карьеры и бизнеса, так же это может касаться и межличностных отношений. Я всегда говорю, только конструктивный диалог, компромисс и взаимопонимание могут дать хороший результат. Никакие негативные эмоции, претензии и упреки не помогут. Наоборот, даже если вам кажется, что разговор закончен и вроде бы вы донесли до партнера или партнерши то, что вы хотели при помощи ваших претензий, пройдет время и вы увидите, что все будет повторяться. Это будет как замкнутый круг. Человек не понял. Наоборот, человека обидело и раздражает ваши упреки, ваши замечания, которые сделаны эмоционально. И по этой причине человек просто не принял это. И завтра повторится то же самое. Я могу это сказать не только из своего опыта, из того, что я вижу и знаю по раскладам, а из опыта моих клиентов уже приходят ко мне девочки и мальчики и начинают вот все рассказывать, что отношения такие, отношения сякие. И вот он, она такой сякой. И когда мы углубляемся и рассматриваем ситуации, я показываю человеку, какая реакция. Кстати, попробуйте еще одну технику, если вы хотите упрекать, предъявлять претензии, эмоционировать или скандалить. Это то же самое. Я имею в виду это в этом ключе. Попробуйте поставить себя на место человека, с которым у вас конфликт. И проанализируйте и почувствуйте. Вот что бы вы почувствовали, если вам, с вами бы обращались так же. Это тоже может помочь разрулить ситуации. Поэтому первое, о чем предупреждают и советуют карты Тароснов, это меньше эмоций, больше анализа и взгляд на ситуации с разных сторон. Тогда все улучшится. Давайте посмотрим еще, что хотят сказать нам Тароснов. Вы знаете, Тароснов говорит вам, что ваша жизнь может быть настолько гармонична, насколько вы этого хотите. Это дерево жизни. Дерево жизни – это полный баланс. Это баланс всех чакр, если кто-то... Тут верь, не верь, это есть, это энергия. Если говорить простым языком, баланс энергий, и он существует у вас. Просто, вот я по первой карте могу точно сказать, вы его не видите и не чувствуете, потому что все-таки концентрируетесь больше не на вашем внутреннем голосе и не на том, в чем ваш ум и подсознание согласованы, а именно на выплески эмоций. Эмоции не всегда помогают балансировать жизнь. Даже, смотрите, счастливые эмоции, по крайней мере, поднимают энергетику. И даже при счастливых эмоциях принимать решение не всегда рекомендуется. Рекомендуется успокоиться, взглянуть на все более трезво и только тогда принимать решение. Вот как-то так. Ну и давайте посмотрим еще одну карту. Что же нам расскажет и посоветует Тароснов? Пока что вижу, что советы шикарные. Ну а тут могу сказать, что именно ваше открытие себя, не эмоций, а чувств. Тут вы по этой карте и по первой карте могу сказать, что из-за преобладания эмоций, а не чувств. Потому что чувства и эмоции – это две разные вещи. Так вот, у вас именно выше преобладают эмоции. По этой причине вы не видите баланса часто в своей жизни. Вы не чувствуете гармонию, вы нервничаете, вы выплескиваете вот этот ваш, ваши нервы, ваш гнев. Но это именно эмоции. А третья карта говорит о том, что вам было бы здорово именно чувствовать, а не эмоционировать. Это значит обратиться внутрь себя и осознать, что же на самом деле вы чувствуете. Не то, что вы эмоционируете, а что вы чувствуете. Потому что эмоции, когда они застилают глаза, можно наломать дров. И вот тут я и вижу эти ситуации. А вот именно чувства, именно осознание, что же вы чувствуете, чего вы на самом деле хотите. И что вы на самом деле хотели бы сказать человеку. Тут я же говорю, я вижу очень много межличностных ситуаций. Что же на самом деле вы бы хотели сказать человеку. Что же на самом деле вы чувствуете по отношению к человеку. Это уже больше анализа. Это меньше эмоций, больше анализа. И когда вы больше анализируете, простите, выходят уже чувства. Подумайте об этом. Потому что именно чувства могут дать вам баланс. Не эмоции, а именно ваше внутреннее состояние и чувства. Очень часто нам тяжело выразить наше внутреннее состояние при помощи слов. Особенно если есть какой-то триггер. И нам сказали что-то, что мы не хотели бы слышать. Или сделали что-то, что не совсем приемлемо для нас. И тогда выступают сразу эмоции. И если все-таки удается обуздать эмоции. И понять, что же я чувствую, тогда вы гармоничнее, более плавно выражаете свою мысль. И человек вас понимает. Подумайте об этом. Ну а я, конечно же, желаю вам гармонии и счастья. Вот как эта средняя карта.